Всем здравствуйте! Уже совсем скоро пройдет два месяца, как с нами нет известного певца Евгения Кунгурова. Как выяснилось, в жизни артиста было много проблем. Видимо, одна из них привела Евгения к добровольному уходу из жизни. Напомним, Кунгуров был обнаружен ночью 8 апреля рядом с домом в центре Москвы, где и проживал оперный певец. Незадолго до смерти мужчина отправил своей жене сообщение с предупреждением непоправимого. Супруга вызвала спасателей, но к моменту их приезда артист уже был мертв. Отметим, проблемы с психикой у Евгения начались еще 10 лет назад. Тогда это была депрессия, которой певец не придавал серьезного значения и не видел необходимости в обстоятельном лечении. В 2015 году Кунгуров все же пошел к психиатру, который назначил препараты. Но принимал их артист недолго. Сегодня близкий друг артиста Владимир Брилев заявил, что до сих пор не верит в версию компетентных служб. Женя не мог так поступить. Этого быть не может, потому что было разное. Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии, заявил Брилев. Именно поэтому нужно тщательно расследовать данные обстоятельства. После громкого успеха в одном из музыкальных проектов жизнь Евгения резко переменилась. Его стали звать на корпоративы и крупные выступления. Он признавался, что это было очень сладко и утешительно, за короткий период превратиться из подающего надежды артиста в звезду. Сразу решились все проблемы, закрылись долги, женщины стали смотреть по-другому. Оперный певец рассказывал, что в тот период у него начались проблемы с алкоголем. Люди, вы даже представить не можете, что это такое, так болеть. Это ад при жизни. Это не просто странности в поведении. Человек не принадлежит себе, не может управлять своими мыслями и чувствами. Все чувства исковерканные и приносят страдания. Здоровому человеку этого никогда не понять. Он оставил Бога, а Бог оставил его. Именно поэтому все так произошло. Женя не выдержал, очень жаль. Высказываются пользователи. Будем надеяться, что в этой ситуации обязательно разберутся компетентные специалисты. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока.